Здравствуйте, дорогие друзья! Я Дмитрий Ханин, профессор высшей школы бизнеса Назарбаев университета. Сегодня мы поговорим об университетах и инкубаторах. У нас в гостях Ануар Байтулаков, менеджер Astana Business Campus ABC, бизнес инкубатора для начинающих предпринимателей. Это называется интеллектуально-инновационный кластер Назарбаев университета. Здравствуйте, физическая площадка для развития молодых предпринимателей, для вывода, в конце концов, их идеи через прототипирование, через маркетинг на рынок. По сути дела, если говорить о ABC, бизнес инкубаторе при Назарбаев университете, это площадка, где мы собираем студентов, выпускников нашего университета, также к нам приезжают ребята из регионов, для того, чтобы им представить весь спектр услуг, весь инструментарий, дать им этот инструментарий для того, чтобы в конце концов на рынке появился интересный продукт или интересный бизнес. То есть люди приходят к вам с уже созревшими идеями, правильно? Это так, да. У нас получается инкубационный пайплайн, он начинается с прототипа. И, как правило, ребята приходят к нам с Minimal Viable Product, с MVP, что называется. То есть минимальный жизнеспособный продукт, да? Правда. И с того момента мы начинаем с ними работать, предлагая им курсы, абсолютно разные курсы. Ну, как правило, это как бы пакет курсов. И вот за эти годы, получается, мы уже этот процесс довольно отполировали. И обычно в конце акселерационной программы наши ребята перед инвесторами выступают для того, чтобы рассказать там за две, за три минуты, это обычно у нас называется Pitch Demo Day, о своем продукте. То есть вы им помогаете свои идеи довести до такого состояния, что они уже могут получить финансирование? Это правда, да. Либо государственное финансирование, либо частное финансирование, либо финансирование из венчурных фондов. Понятно. То есть это как бы предполагаемый результат. Но вы уже начали говорить о том, что вы предлагаете пакет своеобразных услуг или помощи, поддержки этим начинающим предпринимателям. А какие формы поддержки вы оказываете? У нас, получается, бизнес-инкубатор Назарбаев университета, он уже существует три года. Активным мы стали где-то последние полтора года. То есть вы уже становитесь на ноги? Мы, да, мы в этом смысле становимся на ноги. Да, ходите и разговариваете. Разговариваем со студентами, постоянно проводим информационные сессии в рамках университета, в рамках своих мероприятий, стартап-уикендов, митапов, хакатонов. То есть на самом деле вот в классической инновационной экосистеме это очень важно, быть постоянно близким к той самой аудитории, которая бы прислушалась и подумала, ага, на самом деле предпринимательство мне это интересно. Так вот, какие услуги мы даем нашим молодым предпринимателям? У нас, получается, за полтора года прошло две акселляционных программы. В первой акселляционной программе мы давали ребятам пассивные деньги, что называется seed money, пассивные деньги для начала их продукта. Такие у нас гранты, они, получается, были одноразовые, мы, получается, им, они проходили весь курс акселляционной программы. Кстати говоря о курсах, тут все, получается, и создание юридического лица, потому что мало иметь идею и мало иметь прототип. Нужно создать предприятие. Правильно. И как практика показывает, 90% случаев ребята не знают, как создавать, ну, например, ИП, что называется, индивидуально предпринимательство, либо ТО, если это команда, например, которая состоит больше, чем из трех человек, да. Вот. Пишем с ними вместе, ну, у нас, как бы, есть эксперты, есть специалисты, да, разработанная программа, пишем вместе маркетинг-план, пишем бизнес-план, выстраиваем с ними финансовые модели, выстраиваем с ними через сколько, ну, например, при цене, там, например, услуги цены X, X, сколько будет, например, стоить, когда они увидят, например, рентабельность своего бизнеса, там, через полтора года, через два. То есть, как представить, проанализировать рентабельность бизнеса и доказать это будущему инвестору? И доказать этому инвестору, на самом деле, что да, можно вкладываться в этот проект, потому что он не то, что интересен, он с бизнес-точки зрения выгоден. Тут еще очень важно. Это самый важный вопрос, да? Это самый важный вопрос, на самом деле. Да. И тут еще, кстати, немаловажно сказать, что тот, те уже наработанные контакты, которые у нас есть и в Назарбаев университете, потому что все-таки мы под эгидой, ну, как бы, всего университета выступаем, работаем очень тесно со школой инженерии, со школой медицины, со школой науки технологий. И тут очень важно сказать, что мы всегда близки, пытаемся быть близкими к индустрии. Это как и к квази-госсектору Казахстана, и как в Астане, и в Алма-Ате, и вообще в регионах. Это, в принципе, мы пытаемся, потому что иногда бывает так, что прототип хороший, например, если это IT-алгоритм. Но, например, стартаперу, ну, то есть молодому предпринимателю, ему нужно протестировать, краш-тестнуть свою гипотезу. Да, и негде, да? И негде ее, да. И тут подключаются связи бизнес-инкубатора с предприятиями. То есть есть реальный, например, департамент, есть реальные люди, которые там работают, которые, например, могут сказать, что, ну, там, вот, например, недавно у нас, как недавно, вот в летней акселерационной программе у нас выпустились ребята. Они, кстати, наши выпускники. И вот сейчас они уже, так сказать, почти в такой фазе довольно приятной. Они продвинутые, да? Продвинутые, да. Они сейчас заканчивают некоторые договора там по финансированию и так далее. Привлекли немаленькие деньги. И у них получается, как бы, такой проект, который прогнозирует остаточную жизнедеятельность трансформаторов сухого типа. По там, по вводным данным трех параметров. Там, сила тока, напряжение, температура. Ну, то есть, как бы, они измерили силу тока и напряжение, но температуру, например, они не смогли взять данные. Это все закрыты данные. Да, потому что был хороший прототип, проект, модель, а где испытать? Не было где испытать. А где не было испытать, да. Потому что одно дело, когда ты в теории все это разрабатываешь, и это хорошо, но нужно, на самом деле, посмотреть, валидировать свою гипотезу. То есть, как инкубатору вам нужны связи с предприятиями, с инвесторами. То есть, вы должны, как бы, нетворкингом заниматься очень активно. Мы очень плотно занимаемся нетворкингом, да. Теперь вопрос такой, насколько довольны или недовольны какими-то формами поддержки вот эти начинающие предприниматели? Как я вот ранее сказал, у нас, когда мы давали вот эти вот пассивные деньги, во второй акселерационной программе мы решили их не давать. Мы решили наших молодых предпринимателей в этом ограничить, потому что на опыте оказалось так, что существует какая-то зависимость, корреляция между тем, когда ты получаешь деньги и когда ты занимаешься предпринимательством. Ну, то есть, вот прям спишь и видишь вот эту свою реализацию своего проекта. То есть, ну, вы, наверное, согласитесь, что на голодный желудок на самом деле думается легче. То есть, когда мы в конце концов… Не знаю, соглашусь ли я с этим. Например, на рекрутинг какого-то эксперта, либо на закуп дополнительного оборудования, или там на доделку своего прототипа. Во второй программе мы решили такого не делать. Более того, она была фулл-тайм, она была летняя. Она шла целый день с 10 вечера до 5 вечера. То есть, очное обучение. Очное было обучение, да, в течение двух месяцев, ну, там, до 8 недель. И здесь мы им предоставляли все. Так они все-таки довольны или недовольны? И они действительно… Вы проводите опросы какие-то. А мы, ну, так как это, как сказать, в большинстве своих случаев выпускники университета, Назарбаев университета, конечно, мы с ними очень тесно, в принципе, и видимся, и как бы вот стартап-сообщество в основном довольно тесное. То есть, в процессе повседневного общения вы все это выясняете. То есть, потом мы всегда как бы следим за их процессом. Во-первых, как продукт себя ведет на рынке, если это уже продукт, который вышел на рынок. И у нас есть такие примеры. И нам всегда также интересна именно фаза, когда они начинают привлекать инвестиции. Потому что это очень-очень важно для любого проекта. Как вы проводите отбор? Как мы… у нас есть… Получается, вот за две акселерационные программы. В первой у нас было заявок через сайт, который ребята подают. У нас есть разработанная анкета, где они описывают вкратце свой прототип. И в первой, например, программе у нас было заявок 138 штук. Во второй акселерационной программе у нас было 98. У нас есть комиссия, которая состоит из независимых и, так сказать, университетских экспертов. Там включает она себя и люди из предпринимательства. Это люди с инвестиционным бэкграундом работы. Это и профессура. Ну, то есть, это как бы и медицина, и инженерия. То есть, из разных всех областей. Разных всех областей. То есть, мы пытаемся в этом смысле диверсифицировать, чтобы, во-первых, сделать этот процесс 100% прозрачным. Во-вторых, убрать лишнюю какую-то подоплеку того, что какой-нибудь прототип может остаться без внимания. Так вот, из первой, из второй выбрали, получается, примерно 18-19 проектов. На основе качества прототипа, наверное? Конечно, конечно. Главный критерий. Главный критерий всегда мы рассматриваем. Ну, а, во-первых, это сразу видно по описанию. Если это, если слишком много научной составляющей. Ну, то есть, этот проект, например, красивый, он просто на бумаге, как концепт. Либо, и на что мы смотрим больше всего, его бизнес, бизнес будущее, так сказать. То есть, насколько он реализуем. Насколько он реализуем. Потом мы очень всегда смотрим на команду. Потому что, вот, как бы, в предпринимательстве, именно в стартаперстве существует, ну, такое, ну, как бы, такое мнение о том, что инвесторы в конце концов вкладываются в команду. Если есть хороший разработчик, если это, например, IT-депроект. Если есть хороший маркетолог, если есть хороший продажник. То есть, люди в какой-то степени даже более важны, чем идея. Да, потому что, вот, если, например, говорить об инкубационном, ну, вот, пайплайне, идея на 90% изменится, в конце концов. Да, ну, то есть, ее отполируют тут, переделают в процессе всей инкубации, всей акселерации. Идея так или иначе изменится. Так или иначе она изменится, а вот людей уже труднее изменить. Да, это правда. Набрать хороших людей. Так, ну, вот, две ошибки существуют, говорят. Первая ошибка – это то, что, может быть, идея прекрасная, а вы ее отвергли. И вторая ошибка – вы приняли, а идея-то оказалась не очень. Бывает такое? Вы знаете, крайне редко. Да, в стенах бизнес-инкубатора у нас в университете крайне редко бывает. Почему? Потому что мы до объявления акселерационной программы еще пытаемся сделать, провести еще ряд мероприятий, ну, как это и на Западе принято. Мы проводим хакатоны. Мы проводим… Что это, расскажите нам. Хакатоны, кстати, это очень… Ну, вот в Казахстане, например, это такой немножко новый, можно сказать, для рынка тренд, где-то последние всего 4-5 лет, что из себя представляет такой типичный классический хакатон. Объявляются компаниями, партнерами кейсы. Ну, например, существует какая-то определенная задача там в компании А. И вот она говорит, нам нужен, как правило, хакатоны, ну, участвуют хакеры, программисты, айтишники. И они, например, говорят, что вот нужно эту задачу решить. И вот в течение 48 часов ребята приходят, например, к нам в бизнес-инкубатор. У нас есть, ну, как бы, площади. Для этого мы устраиваем, ну, как бы, ложим там еду. И они все вместе пытаются, да? По командам все вместе пытаются решить. То есть соревнования, кто быстрее и лучше решит проблему, да? Кто быстрее, тут за 48 часов ты должен так или иначе уложиться. Кто лучше решит, да. Кто лучше решит. Кто разработает самый лучший прототип. Понятно. Теперь такой вопрос. Вот, допустим, вам очень понравился проект в инкубаторе. Не хотелось бы вам вступить в долю, предложить финансирование и, возможно, выиграть по-крупному, если вы создали новый Facebook или Google? У нас сейчас в университете обсуждается эта тема очень горячо, да? Потому что это нормально, что университет в какой-то момент заходит, ну, что называется, equity share. То есть выступает в роли инвестора. Выступает в роли инвестора уже потом, когда проект, ну, как бы, защитился, уже есть интерес рынка. На более позднем этапе, да, на более позднем этапе, вот. Ну, как бы, в этом смысле у нас нормативно-правовая база еще и в рамках самого университета немножко недоработана. Не разработана, не доработана. Поэтому я думаю, что это дело где-то ближайшего года полтора. То есть пока в процессе обсуждения? Пока в процессе обсуждения, да. А мировой опыт? Мировой опыт здесь, как правило, университет, ну, во-первых, инкубаторы, они делятся, просто я, видимо, вначале забыл сказать, они, в принципе, бывают двух типов. Бывают университетские инкубаторы и бывают корпоративные инкубаторы. Инкубаторы корпоративные, то, что там делится, non-profit, for-profit и так далее. Но если говорить об университетских инкубаторах, они, как правило, не дают деньги. Да, вот, например, если классические примеры Стэнфорда, посмотрите, университета Беркли, они не дают деньги. Но корпоративные, например, инкубаторы, типа, вот, Y Combinator, 500 Startups, они дают, да, от 100 до 150 тысяч пассивных денег в самом начале, да. А там уже зависит от пыла и драйва самих предпринимателей, сколько денег они уже смогут привлечь в свой проект. И, конечно, есть очень много успешных историй, и мы, кстати, это постоянно, ну, как бы в меди, там, Airbnb проект, например, да, который в свое время начинался, ЦАПОС, Uber, которым, кстати, вот, сколько последние, наверное, три года, да, мы в Казахстане пользуемся. Да, по-моему, успешно достаточно. Да, то есть эти проекты на последних сериях С, как вот у них принято в инвестиционном мире, они привлекают от 100 миллионов долларов, от 500 миллионов, я извиняюсь, долларов, да. Ну, это колоссальные, конечно, деньги. Масштаб, конечно, стран, ну, вот, если в частности Америки, он сам по себе, конечно, больше. Понятно. А вот что касается масштабирования, как вам кажется, достаточно сейчас инкубаторов в Казахстане или даже в Астане, или, может быть, не хватает? Я считаю, что, наверное, тенденция открывать инкубаторы, это нормальная тенденция, тем более для молодой страны и молодого рынка, как астанинского, так и алматинского, так и, если говорить, ну, там, про областные центры, это, я считаю, что это нормально. И мы, в принципе, сегодня видим такую тенденцию. Если там, например, 5-7 лет назад в Алмате было всего там 2-3 инкубатора, то сегодня, ну, такие вот инкубаторы, которые прямо есть в своем здании, да, что называется, то сегодня даже уже открываются виртуальные инкубаторы, то есть инкубаторы в основном, которые направлены на IT-решение. По некоторым подсчетам в Казахстане примерно 40 инкубаторов, бизнес-инкубаторов. Другое дело, конечно, все ли они такие активные, например, даже как ABC бизнес-инкубатор. Где-то вот половина из них, не половина, четверо примерно из них, это вот активные инкубаторы, и вот, например, на этих этных тоже будет там стартап-уикенд с поддержкой Акимата города. То есть есть какие-то все-таки связи между инкубаторами? Абсолютно, да. Я думаю, что инкубаторы вообще, они, наверное, как минимум по трем причинам нужны. Первое, наверное, это, ну, такая, наверное, самая очевидная, они нужны индустрии. Как и хакатоны, как и стартап-уикенды, как и акселерационные программы, это прозрачное выявление талантов. Это действительно настолько транспарентный процесс, что здесь никто никак не может повлиять на него, потому что, ну, как ты можешь, вот, ну, там, например, придя на акселерационную программу, ты сказал, вот этот проект я хочу, чтобы выстрелил, но он в конце концов не выстрелит, сколько ты не будешь в него денег вкладывать, если люди не будут, да, пользоваться этим сервисом. Второе, то есть, как бы, в конце концов, иногда бывает, что индустрия эти команды тоже забирает, ну, например, себе в ней, не знаю, на аутсорсинг, да, либо образует какой-нибудь департамент из них в будущем. То есть сейчас все-таки активные взаимодействия с промышленностью? С промышленностью. Вторая, наверное, тоже очевидная нужда, это для государства. Вот в идиоте у Достоевского есть такое, красота спасет мир. Я считаю, что предпринимательство спасет и мир, и эту страну, потому что, когда мы наберем вот эту... По крайней мере, улучшит, это точно, жизнь людей, да? По крайней мере, улучшит, это точно, это правда, да, как минимум. Можно ставить больше услуг, сервисов, товаров. Это рабочие места, да, это дополнительные рабочие места, это дополнительное налоговое отчисление от малого-среднего бизнеса, это очень важно. И третье, наверное, это вообще, в принципе, ну, как бы, отдача социума, потому что, как ни крути, все проекты, неважно, это айтишные проекты, биомедицина, туризм и так далее, и так далее, это все в конце дня проекты для улучшения качества жизни человека. Спасибо. Спасибо, было очень интересно. Мы будем завершать. Я Дмитрий Ханин. Сегодня мы говорили об университетах и инкубаторах. У нас в гостях Ануар Майтулаков, менеджер Астана Бизнес Кампус, бизнес-инкубатора для начинающих предпринимателей интеллектуально-инновационного кластера Назарбаев Университета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова